На предыдущем уроке мы рассмотрели с 13 по 28 углавы Книги Деяний, где описывается процесс распространения Павлом Евангелия в Средиземноморском мире. И это приводило к кардинальным изменениям жизни людей. Но проблема с такими изменениями заключается в том, что люди не всегда знают, как жить такой новой жизнью. Поэтому Бог по мудрости своей дал нам эти 21 послания, в которых рассказывается о том, как необходимо жить. 13 из этих посланий были написаны Павлом, и на этом уроке следующих мы рассмотрим эти 13 посланий, потому что они дают важнейшие инструкции о том, как должен жить христианин. В каждом из этих посланий Павел рассматривает определенную проблему. Павел не проснулся как-то утром и решил написать одну из книг Библии. Павел узнавал что-то происходящее в одной из церквей, в которой он служил, и он писал письмо этой церкви, где говорил об этой проблеме. Когда мы будем рассматривать эти послания, написанные Павлом, и затем общие послания и послания Иоанна, нам следует задать себе вопрос, в чем смысл, в чем проблема, к какому вопросу посвящена книга. Я хочу немного объяснить, как мы будем рассматривать эти послания. Один из вопросов, который мы себе задаем, это «Кто его написал?». Наверное, вы скажете, что это же очень просто, Павел. Для нас это кажется просто, но рассматривая различные послания, мы понимаем, что у Павла были определенные отношения с теми людьми, которым он писал. Итак, в то время как ответ на вопрос о том, кто написал это послание, очевиден, более важно ответить на вопрос, кем был Павел для этих людей. Когда я письмо пишу другу, то это письмо будет отличаться от делового письма, которое я бы написал партнеру. Если я пишу письмо близкому другу, то оно будет отличаться от письма просто знакомому. Итак, мы частично рассматривая эти послания, подумаем, к кому обращался Павел в своих посланиях. Когда я получаю от кого-то письмо, я смотрю, от кого оно. Если это письмо, которое она написала, когда я был в поездке, то я прочту его не так, как прочитал бы письмо от партнера по работе. Очень важно ответить на вопрос, кого имел в виду Павел, когда писал это послание, и как воспринимали это послание люди, получавшие его. Когда мы будем рассматривать каждое из этих посланий, мы будем задавать себе вопросы, каковы отношения между автором и адресатом послания. Во-вторых, мы зададим вопрос, какая основная тема книги. И затем мы будем читать книгу с гораздо большим пониманием, написанного в ней. На этой лекции мы рассматриваем шесть посланий Павла, и затем на следующей лекции мы рассмотрим еще семь. Первое послание, записанное в Новом Завете, это послание к римлянам. Когда Павел писал это послание, он еще не встречался с римлянами. Он планировал посетить их. Об этом он упоминает в письме. Цель послания, которое Павел пишет к римлянам, – объяснить Евангелие. Они никогда раньше не слышали Евангелие, рассказанное Павлом. Они ни разу не слышали проповедь Павла. Очевидный вопрос в книге «Послание к римлянам», – что на самом деле есть Евангелие. Это основание всей нашей веры. Но мы понимаем, что такое Евангелие. В «Послании к римлянам» Павел дает нам самое тщательное, по сравнению с другими посланиями, объяснение Евангелия. Ключевые стихи в «Послании к римлянам» – это римлянам, 1 глава, стихи 16 и 17. Павел пишет, «Ибо я не стыжусь Евангелия, потому что оно есть сила Божия ко спасению каждому верующему, как Иудее, Первому, так и Эллену. «Ибо праведность Божия в нем открывается от веры в веру, как написано, праведной верою жив будет». По Евангелию. Когда читаете книгу «Послание к римлянам», вы должны понимать, что это великий богословский трактат. В нем Павел подробно объясняет Евангелие. Следующая книга, которую мы читаем в Новом Завете, это Первое послание к Коринфянам. И основной вопрос, ответ на который мы находим в послании к Коринфянам, это «Влияет ли мое христианство и тот факт, что я следую за Христом, на мою жизнь?» Павел провел 18 месяцев в городе Коринфи. Он организовал там церковь во время своего второго миссионерского путешествия. Эти люди знали Павла, и многие из них знали его лично и хорошо. Но в церкви было разделение из-за отношения к Павлу. В первых стихах Первого послания к Коринфянам мы читаем, что Павел говорит, «Некоторые из вас говорят, я Павлов, другие – я Аполосов». В Первом послании к Коринфянам подчеркивается, что христианская церковь должна жить в единстве, и что верующие должны жить вместе. Но в городе Коринфе в то время было много нравственных проблем, и даже в Коринфской церкви большая часть Первого послания к Коринфянам написана, чтобы помочь людям понять тот факт, что когда человек решает следовать за Христом, он больше не живет как незнающий Христа. Ключевой стих в Первом послании к Коринфянам находим в 6 главе, 19-20 стихах. Павел говорит, «Или вы не знаете, что тело ваше есть храм Святого Духа, который в вас, которого вы имеете от Бога, и что вы себе не принадлежите, ибо вы были куплены дорогою ценою, прославьте же Бога в теле вашем». Итак, книга «Первое послание к Коринфянам» – это руководство о том, как христианин должен жить, став христианином. Второе послание к Коринфянам было написано всего спустя несколько лет после написания Первого послания к Коринфянам. Павел планировал посетить Коринф. Небольшое разделение между христианами, о котором мы читаем в Первом послании к Коринфянам, что некоторые считали себя последователями Павла, другая полоса, к тому времени усугубилось, и некоторые люди стали уже с подозрением относиться к Павлу. У Павла появлялись враги, которые следовали за ним, и которым не нравилась его проповедь. Им более всего не нравилось учение Павла о том, что, чтобы получить спасение, необходимо лишь принять Христа как своего личного спасителя, и через это стать христианином. Они хотели добавить к этому различные ритуалы, законные ограничения, ходили за Павлом, подрывая его служение. Это у них достаточно хорошо получалось в городе Коринф. Поэтому, когда Павел собрался посетить Коринф, он знал, что там есть сильная позиция, которая против его присутствия и против его учения. Павел главным образом отстаивает свое апостольство. Он объясняет правомерность своей жизни и как следствие своего служения. Надо полагать, что основной вопрос, стоящий во втором послании к Коринфянам, следующий. На самом ли деле так важно жить благочестиво? Главным аргументом апостола Павла против его оппозиции, против тех, кто были против его служения, была его жизнь. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 17 стихе, мы читаем, «Так что если кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, вот наступило все новое». И основная идея в книге второго послания к Коринфянам состоит вот в чем. «Посмотрите на мою жизнь». Павел говорит, «Мое поведение среди вас, мой характер, мое призвание – это то, что делает мое служение среди вас законным и приемлемым». Павел знал, что если бы его жизнь была недостойной, и его проповедь противоречила бы его жизни, то он не смог бы встать перед Коринфянам и сказать, «Верьте тому, что я вам говорю». Следующая книга, которую мы рассматриваем в Новом Завете, это книга «Послание к Галатам». Павел пишет это послание не определенной церкви, а группе церквей. Павел узнал о проблеме в церкви Галат о том, что многие из людей оставляли Евангелие. Он начинает послание словами, «Удивляюсь, что вы так скоро отворачиваетесь от Христа». Основной вопрос, затрагиваемый в послании к Галатам, звучит так. «Может, все, что он делает, не работает?» «Что происходит с людьми в Галатии?» Они слышали проповедь Евангелия Павла, которую он провозглашал во время своего первого миссионерского путешествия. Но теперь в Галатии, так же, как и в Коринфе, многие люди приходили со словами, что Евангелие Павла неправомерно. Это на самом деле не безусловный дар. Спасение необходимо заслужить. Необходимо соблюдать все законы Ветхого Завета и все ветхозаветные церемонии. В противном случае человек не может по праву быть принят Богом. И многие люди пытались соответствовать, пытались быть достаточно хорошими, делать достаточно хороших дел, чтобы заслужить, оправдать или заработать свое спасение. Послание Павла к Галатам говорит этим людям, «Дело не в том, насколько вы благочестивы, дело в силе Христа и Его действия в вас». В Послании к Галатам, 3 главе, 2 и 3 стихах сказано, «Одно это хочу знать у вас. Делами ли закона вы получили Духа? Или от проповеди веры? Неужели вы настолько несмысленны? Начав Духом, вы теперь завершаете плотью?» Проповедь Павла этим людям была следующей. Евангелие не действует для вас, потому что вы не исполняете Евангелие. Вы приняли Христа по вере. Вы обратились ко Христу через силу Духа Святого. Но сейчас вы пытаетесь сделать это самостоятельно. И в конце этой книги, Послания к Галатам, Павел приводит сильное сравнение между делами плоти и плодом Духа. Вам следует почитать 5 главу Послания к Галатам, увидеть это сравнение, потому что Павел говорит христианам в Галате, «Бог никогда и не рассчитывал, что вы сможете жить угодно Ему жизнью, которую Христос дал вам только Своими силами и по Своему расчету. Вы начали с веры, и теперь ваша жизнь должна быть прожита также с помощью Божьей силы». Следующая книга, которую мы будем рассматривать в Новом Завете, это книга Послания к Ефесинам. Павел хорошо знал Ефесин. Он прожил с ними вместе три года. Он сделал этот город своей отправной точкой, потому что церковь двигалась с востока, средиземноморского мира, на запад, средиземноморья. Церковь перестала быть только иудейским явлением, и стала теперь широко распространенным явлением и среди язычников. Поскольку вся деятельность проходила в западной части Римской империи, Павел перебрался в Ефес и жил там, чтобы служить в церквах, которые он насадил в центральной части Средиземноморья. На самом деле Павел писал это послание не для того, чтобы написать о какой-то определенной проблеме, но чтобы побудить христиан в Ефесе и стремиться к еще более высокому духовному уровню жизни. Центральный вопрос, который он затронул, это вопрос о единстве. Основной вопрос таков. Став христианами, изменяем ли мы свое отношение к другим людям? Стихи на эту тему находятся как раз в середине книги. В Ефесином, 4 глава, с 1 по 3 стихи, Павел говорит, «Итак, призываю вас, я, узник Господи, ходить достойно призвания, которым вы были призваны, со всяким смиренно мудрием и кротостью, с долготерпением, терпя друг друга в любви, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Первые три главы послания к Ефесинам показывают нам, как Бог сделал единство возможным между собой и падшим человечеством, между иудеями и язычниками, которые в течение многих веков были чужды друг другу. Когда Павел доходит до 4 главы, он говорит, «Если вы не можете жить вместе в мире, если не можете жить вместе в единстве, то это ниже вас». Павел говорит, «Я призываю вас ходить достойно призванию, к которому вы призваны, и чтобы жить достойно призванию, вы должны с усердием сохранять единство Духа в союзе мира». И затем в трех последних главах Павел учит нас о жизни и в единстве в церкви, в доме, на работе и во всей жизни. Следующая книга, к которой мы подошли, это послание к филиппийцам. Павел основал церковь в Филиппах во время своего второго миссионерского путешествия. Между Павлом и церковью в Филиппах создались особые отношения. Они поддерживали Павла в молитвах. Они поддерживали Павла финансово в служении. Поэтому послание к филиппийцам больше похоже на письмо «Благодарность». Павел на самом деле очень ценил людей из филиппийской церкви. Основной вопрос, который Павел поднимает в послании к филиппийцам, это «Помогает ли мне тот факт, что я христианин, быть лучше, как человеку?» В послании к филиппийцам Павел много пишет о себе, раскрывает свое личное свидетельство. Мы видим, что в таких близких отношениях, как у Павла с филиппийцами, его жизнь стала для них образцом. И в послании к филиппийцам, 1 глава 20.22, он написан «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем постромлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью то ли или смертью. Ибо для меня жизнь – это Христос». Павел помогает филиппийцам взглянуть еще выше и говорит, «Ибо вам, желаемые друзья, то же, что имею сам, чтобы вся ваша жизнь, вся цель жизненная была в славе и чести Христа». Итак, мы рассмотрели шесть посланий Павла. В послании к римлянам сказано, что есть Евангелие. И ответ следующий – Евангелие – это проповедь, изменяющая жизнь. Праведные люди будут жить по Евангелию. В первом послании к римлянам задается вопрос, влияет ли Евангелие на мой образ жизни? И Павел недоусмысленно отвечает, «Да, мы куплены за определенную цену, и мы принадлежим Христу». Во втором послании к римлянам сказано, «То, как я живу для Христа, формирует то, как я служу Христу». И Павел не ставит здесь вопроса в том факте, что, когда проповедь Евангелия «Сила Христа» входит в жизнь Христа, то она приводит к революции в жизни. В послании к галатам задан вопрос, «Так почему же моя жизнь не меняется, если Евангелие меняет жизнь?» Многие христиане в Галате оставляли веру, и вот Павел им отвечает, «Вы начали с веры. Так почему же вы думаете, что можете продолжать поддерживать веру своими делами? Вы должны продолжать жить с помощью силы Евангелия». В послании к Ефесинам задается вопрос, «Если Евангелие влияет на мою личную жизнь, то оно влияет и на мою жизнь в обществе». И Павел отвечает, «Совершенно верно». Он говорит, что если вы будете жить в соответствии с призванием, которому призвал вас Господь, то вы будете жить в единстве. И в послании к филиппийцам Павел рассказывает нам свою личную историю того, как Христос полностью изменил его жизнь, и он сказал, «Теперь для меня жизнь – Христос. У меня нет других причин, чтобы жить, кроме как славить Христа». Очень высоко вознесенное понимание жизни для христиан. Эти послания говорят нам о том, что невозможна лучшая жизнь, чем жизнь для Христа. И вопрос, который я задаю вам и себе. Почему любой рационально мыслящий человек может вдруг решить жить как-то по-другому? Почему Menschen проживутся? Почему человек.